Здравствуйте! Вот и подходит к концу цикл наших с вами встреч, посвященных истории Москвы, которую мы назвали «От вятичей до москвичей». Мы дошли, наверное, до предела, до исторического предела, до той хронологической глубины, куда мы можем проникнуть мысленным взором. Пятый, шестой, седьмой век нашей эры. Давайте вспомним с вами тот образ вятича, который мы набросали в предыдущих встречах, когда он вышел на высокий холм на берегу Москвы-реки, увидел то великолепие лесов, парей и реки, которая расстилалась перед ним, и ему ничего не оставалось другого, как произнести слово. Слово русского языка, славянского языка, которое вместило в себя весь эмоциональный настрой, который мог бы его охватить. Вот это слово «дивно» с моей точки зрения как нельзя лучше описывает то эмоциональное чувство, тот подъем, который охватил после долгих странствий славянские племена, когда они вышли на тот высокий берег реки Москвы, где и решили остановиться. При этом напомню, славянские племена, как составная часть индоевропейских племен, прошли столетние пути миграции, пока, наконец, не дошли до территории, где теперь и продолжают населяться. И вступили, безусловно, они в соприкосновение, в контакты с другими племенами, которые еще раньше пришли на эту территорию. Но обращаю внимание на то, что взаимодействия с этими племенами носили мирный характер. Не было особых, завоевательных, кровопролитных войн славянских племен с теми соседями, которые населяли эти территории. А были это финно-угорские племена. Итак, первые самые поселения славянских племен обнаружены археологами уже в историческое время на правом берегу Москвы реки, не доходя до реки Сетунь. Уже тогда, в той эпохе, о которой мы ведем речь, в VI веке, там образовывались первые городища, так называемые. Археологи назовут это культурой дьяковцев. Она пережила пик своего расцвета в VI-VII веках. И можно себе представить такую живописную картинку, как вот те самые первые переселенцы, оглядев земли, никем не занятые, вот как раз на реке Сетуни, отгородили вотнутыми в землю стрелами жертвенное место, заклали петуха и, естественно, испросили благословения и покровительства у своих языческих богов, у Перуна, у Хорса и Дождь Бога. И особо чтимого волоса, скотива бога. Потому что, в первую очередь, славянские племена, как племена языческие, поклонялись силам природы, душам умерших предков. В воде вода была особенно почитаема изначально в индоевропейской религии, поэтому особого почтения заслуживали колодцы и реки, и мать сыра земля. А также племенному талисману этих славянских племен, Турьям Рогам. Затем был выкопан ров и создан вал, первый вал, который огородил городище. Оказалось, что соседи, с которыми столкнулись славяне, действительно думают и говорят совершенно не похоже. Выяснилось, что коней соседи держат только для молока и мяса. И оказалось, что они очень искусно умеют резать по кости. Соседи тоже были племенами не воинственными, поэтому, обменявшись подарками, вот можно такую идеалистическую картинку нарисовать, они согласились с тем, что лучше жить в мире и дружбе. Собственно, с этого и началось взаимопроникновение славян в ту племенную культуру, которая населяла эту территорию изначально. В языковедении есть такое понятие, как субстратные отношения между языками, в том числе, но за ними стоят, естественно, за этими отношениями, реальные отношения между людьми, между представителями различных племен. Так вот, при мирном проникновении, мирном слиянии, такой путь тоже возможен и известен в истории человечества, происходит как бы адаптация той культуры, образа жизни, может быть, даже верований и языковых особенностей тех племен, той культуры, той цивилизации, которая принимает в себя, впитывает в себя культуру, цивилизацию, язык пришлых племен. И затем вот эта первичная культура, территорию которой занимают пришлые племена, оставляет с неизбежностью свои следы. Вот, наверное, такими следами являются и все названия, которые нас с вами окружают до сегодняшнего дня. Ну, во-первых, что означает слово «Москва»? И вообще, почему река называется Москвой, и почему город так назван? Ну, есть разные версии от самых непривычных слуху до более или менее правдоподобных. Вот среди версий существует и такая, что якобы Москву основал вещий Олег, который заходил к Вятичам в X веке. Или другая версия о том, что намного раньше, раньше вещего Олега, внук Ноэ Мосах и его жена Ква организовали здесь тоже поселение. Вот от их имен якобы и получилось название этого поселения. И по легенде, даже в средневековой легенде указывалось место, где Мосах срубил якобы первый малый град, а именно крутой берег Яузы. Но, правда, археологические раскопки, которые пытались подтвердить эту версию происхождения имени Москва, результатов не дали. И известно из отрасли языкознания, который называется топонимикой, что все-таки селения, поселения называются по реке, а не наоборот, потому что именно рек топонимы, как правило, древнее тех очагов цивилизации, тех культурных очагов, которые возникали потом на этом месте. Итак, археологические раскопки в районе реки Яузы, даже во впадении Яузы в Москва-реку, никаких положительных данных археологам не дали. Можно предположить, что Москва, и скорее всего, поскольку, как я уже говорил, славянские племена пришли на территории и заняли территории, которые до этого заселялись угрофинскими племенами. Так вот, скорее всего, Москва — это может быть сложение из двух угрофинских слов, а именно Москва, это медведь, и Ава — мать, жена, то есть медведица. А еще вероятнее, есть еще одно предположение, что вторая часть этого слова, Ава, означает «вода», а первая часть — «черный» или «коровий». То есть Москва в интерпретации этой версии, языковой версии, представляет собой название, аналогичное «черная вода» или «коровья лужа». Но это и понятно. Но действительно, с точки зрения географии, с точки зрения привязки названия к характеру местности, это себя оправдывает, потому что вокруг болота и топи. И вот до сегодняшнего дня районы напротив Боровицкого холма, самоскворечья отличаются сыростью. Хотя в наше время это уже не так ярко выражено в связи с застройкой Москвы. Но хотя это не так явно выражено сейчас, в начале третьего тысячелетия. А ведь еще в начале прошлого века Москва имела совершенно другой облик. И для пришельцев-славян вот такой смысл, вкладываемый в обозначение этой местности, мог быть куда яснее, чем для нас с вами, чем для потомков тех самых первых славянских племен, которые пришли на это мокрое место. Вот сама мокрота, влажность, промозглость, безусловно, ощущались яснее. Ну и в то время, как я уже говорил, при вот таких вот субстратных отношениях между языками и культурами, проникновения различных языковых черств, заимствований, были, безусловно, более легкими, нежели в наше время. Вот еще один пример. Вот такое название, как Балчук, то есть грязь, либо Болотная набережь. Так вот, несколько любопытных комментариев, связанных с этой частью Москвы. И вот там, где сейчас вы видите на улице Серафимовича, так называемый Дом правительства, колоссальный комплекс зданий напротив Кремля, то вот в старину, который еще тогда не был островом, как это сейчас, были разбиты царские сады. И эта территория называлась Садовники. Причем разбиты они были по двум причинам. Ну, первая причина оборонительная, сад защищал Кремль от возможного пожара. И долгое время здесь было запрещено любое строительство. А потом вся эта территория, которая была за Москвой рекой, за Москворечием, была еще раз отрезана так называемым водоотводным каналом, который был построен в эпоху Екатерины II. А до этого, на месте этого канала, который превратил всю эту территорию в настоящий остров, была такая заросшая москворецкая старица, то есть низина, бочаги, которая заполнялась в половоде. И москвичи так и прозвали это место. И в 20 веке его еще называли болото. И, естественно, оно слыло одним из самых дурных мест в Москве. Потому что на Болотной площади, как известно, казнили. Вот если Степана Разина казнили на Красной площади, то Пугачева казнили именно на Болотной площади. В начале XVI века Болотная площадь была в Москве местом публичных казней. Вот такое историческое место на самом деле на протяжении всей истории Москвы отличалось и по названию. И за этим названием, вот как я уже неоднократно говорил, за словом всегда прячется какой-то потаенный смысл. Недаром, опять-таки, это место было связано с именем Малюты Скуратова, приспешника Ивана Грозного. Опять-таки, с этим лицом, с этой грозной фигурой, на фоне трагических событий правления Ивана Грозного, связано и то кладбище, которое находилось на этом месте. Но вот сами палаты Малюты Скуратова на самом деле стояли на палатах, которые были заложены неким Берсением Беклемишевым еще при Василии Третьем. Вот отсюда и происходит название набережной. Она называется Берсеневская набережная. Но этот боярин, поставивший здесь первые палаты, был казнен, как писалось в истории, был казнен царем за переченье и несогласие. А достроил эти палаты уже думный дьяк Аверкий Кириллов в царствовании старшего Петра I Федора Алексеевича. И считается, что Аверкий тогда же и ведал царскими садами. Но, несмотря на такую мирную должность, ему тоже не удалось благополучно закончить свой жизненный путь. Он был убит во время стрелецкого бунта в Хованщине. Вот такая история острова царских садов практически в центре Москвы, где за словом, как я стараюсь все время подчеркнуть, скрывается та или иная история. Вот в данном случае за названием, как грязь, болотная набережная, действительно ощущается промозглый запах истории, которая связана с этим местом. Совсем недавно еще, в начале прошлого века, Москва выглядела вот примерно, как вы видите на слайде. Это не более, не менее, как вид того места, где сейчас проходит Фрунденская набережная. То есть от моста на Садовом кольце, где располагается парк культуры Горького. Я не случайно обратился к этому месту, потому что на этом месте тысячу лет стоял на берегу Москвы реки Курган. Вот то самое место, куда жители приносили прах покойных. Напомню, что даже после принятия христианства еще долгое время славяне, вятичи и потом нарождающаяся русская народность использовала старые языческие обряды. И в быту на самом деле христианство прививалось очень и очень тяжело. До сих пор в русском языке бытуют пословицы и поговорки, которые отражают на самом деле в чем-то вот это языческое отношение к христианству. Ну, типа, гром не грянет, мужик не перекрестится. Так вот, еще долгое время после принятия христианства на Руси существовал обычай трупосожжения, исправления тризны. И вот прах сносился в одно общее место, будь то урны, либо просто прах, и складывался в один курган. Он действительно простоял на берегу реки Москвы достаточно долгое время, пока уже в историческую эпоху не был уничтожен, и на его месте начали строиться новые кварталы Москвы. Но возвращаясь, опять-таки, к той эпохе, хочу нарисовать еще одну яркую картинку, которая, опять-таки, будет связана с словами русского языка, и за этими словами тоже будут связаны определенные мировоззренческие традиции славян. Вот откуда пошло слово Русь? Ну, казалось бы, есть такие племенные названия, как Вятичи, Радимичи, Кривичи, самоназвания племенных образований, и в то же время существует единая народность, единый этнос, который тоже имеет свое самоназвание, который обозначал сам себя Русь. Предполагают, что слово древнее и означает свет, потому что основным богом славян был все-таки солнечный знак, образ круга времени. И святой Перун сам от солнца, от молнии и от грома. Поэтому отсюда идет представление о славянах, как о светловолосых, как о русых. Но при этом русы тоже существуют не сами по себе, а это одна из ветвей великих славян. Может быть, отсюда и происходит слово русая. У всех славян с древности это слово обозначает река. Вспомним хотя бы то благоговение, с которым славяне относились ко всем источникам воды, к рекам, к колодцам. Отсюда идет и слово русло, русалка и русалии. Это вот то самое языческое празднество, на которое сходились всем миром, сходились мужчины и женщины. Правда, летописец со своей точки зрения описывает это празднество, определяя его как бесовское. Но, тем не менее, он достаточно точно пишет о том, что это празднество сводилось к плесканию и скаканию на воде, к тому, что люди умывались водой, били в бубны, то есть устраивали игрища. Вот этот фрагмент, который вы видели, принадлежит Стаглаву, достаточно позднему памятнику, письменному памятнику русской культуры, но сохранившему описание того, что представляло изначально собой вот такой праздник, как русалия. Но, что касается опять-таки слов, до сегодняшнего дня благополучно на территории Московии, Московской области течет река Рось. Соответственно, опять-таки, за отдельным словом, за топонимом скрывается то самое представление о народе, о тех славянских племенах, которые пришли на эту землю и в какой-то момент стали переименовывать старые названия каких-то географических мест. Ну, а если мы уж заговорили о слове Русь, о том, что основу Руси составляет славянство, естественно, задаться вопросом, собственно, откуда пошло само слово «славяне». То ли от слова «слава», то ли от слова. может быть, так сами себя называли люди, говорящие на одном языке и, таким образом, отличавшие себя от других, которые говорили на других языках, говорили непонятно. Напомню достаточно банальную с точки зрения лингвистики вещь. Еще в XIX веке, совсем не так недавно, совсем не так давно, всех на самом деле иностранцев русские называли немыми, то есть немцами. А все единоземцы, все одноземцы, вот так бы я сказал, наоборот, объединялись не только самоназванием, но и были породнены огнем у воды. Вот отсюда наша знаменитая масленица. То есть породненность огнем у воды. И вот эта породненность воплощалась в образе бога Сварога. Напомню, что огонь наряду с водой – это, пожалуй, вторая, наиболее важная ипостасть бога, который олицетворял собой солнечный знак. А само солнце и вот знаковое воплощение солнца олицетворяло собой для славянских племен, для их мировоззрения, круг времени. Славянская общность всегда на всем протяжении своего существования ощущала вот это языковое единение. И несмотря на имевшиеся на протяжении всей истории славянского этноса попытки дробления славянской общности и в политическом, и в экономическом, ну и тем более в языковом плане, вот эта славянская языковая общность постоянно могла сама себя воспроизводить, сама себя сохранять. И основной, самый яркий пример представляют образы Кирилла и Мефодия, которые попытались и смогли в какой-то момент сдержать очередной, может быть, самый трагический распад славянского языка и славянской культуру. Да, в конечном итоге мы, несмотря на все благородные попытки мыслителей и мудрецов сдержать вот этот эволюционный ход истории, несмотря на все это, все-таки произошло обособление различных славянских ветвей. И территориально, и в политическом плане, и в плане языка. Вот отголоски этих неизбежных исторических процессов мы видим сейчас на примере и России, и Украины, и Беларуси. Здесь с историей трудно спорить. История не знает сослагательного наклонения. И здесь, наверное, нужно извлекать уроки из прошлого, потому что на шкале ценностей прошлое, прошлая культура и прошлая языка, даже в том случае, если мы не очень хорошо можем себе представить материальную жизнь наших предков. Но вот языковую жизнь очень четко отражают литературные письменные памятники. И вот благодаря этому мы можем проникнуть в действительную историю своих предков. И вот прошлое в этом плане, прошлое языка, прошлое культуры, оно дорого и ценно тем, что помогает понять и правильно выстроить настоящее. Вот я говорил о том, что не стоит сожалеть о том, что произошло в истории славян, в истории постепенного становления того или иного славянского государства. У нас бывает зачастую так, что из всей истории вычленяют какой-то один единый фрагмент. Ну, например, в свое время вычленили идею собирания земель, то есть централизацию. Но сама по себе она действительно была верной идеей и очень продуктивной на определенном этапе развития земли русской. Но любая идея может стать вредной, вредоносной, когда ее довести до какого-то логического конца, до логического абсурда, когда ее абсолютизировать начинают. Дело в том, что действительно жизненные производственные условия важны для развития того или иного этноса. Но, как известно, не хлебом единым жив человек. И вот пренебрежение к культуре, пренебрежение к языку приводит иногда к трагическим последствиям уже не на уровне языка, а на уровне жизни человека, который вовлечен в политику и в экономику. Вот, скажем, нынешнее развитие ситуации на Украине или в Беларуси. Наши с вами путешествия постепенно подходят к концу. И вот в эти последние минуты нашей беседы я хотел бы нарисовать из тех фрагментов, с которыми мы с вами сталкивались выстроить некий общий образ. Образ государства московского, Московии, в целом Москвы. Как он собирается, как пазл, из различных фрагментов, с которыми мы с вами сталкивались, и которые очень подробно постарались проанализировать. Итак, в Стольному граду на Семи холмах уже более официально, более 850 лет. Ну а на самом деле, конечно, уже не менее тысячи лет, вот с той самой поры, когда наш с вами предок взошел, этот образ уже нарисовали себе, на высокий холм на берегу Москвы реки, сказал дивно, решил поселиться здесь, в соседстве с финно-угорскими племенами. И название города, оно в той или иной степени на протяжении всей истории перекликается с образами Москвы, вот как они перед нами постепенно вырисовывались. А вот теперь в обратном хронологическом порядке это град Деревянный, потом Белокаменный, потом Златоглавый, потом Красный Кирпичный, а потом уже в 60-е годы, когда построили Кремлевский дворец съездов, вот к этому образу уже прибавились и бетонно-стальные элементы вида Кремля, Москвы в целом. Точно так же к этому добавляются постепенно образы деревянных башен и стен, потом каменных, потом кирпичных, потом появляются зеленые шатры, потом рубиновые звезды и вновь над башнями Кремля появляются образы двуглавого имперского орла. Моей задачей было создать определенный комплекс знания о Москве, о ее истории. Знание первично, потому что, как говорит опять-таки, расхожая мудрость в русском языке, знать означает любить, и нельзя любить того, чего не знаешь, о чем не имеешь представления. И я постарался нарисовать древний облик Москвы, современный ее облик, с тем, чтобы он вошел в сознание и вошел в сознание с какими-то эмоциональными, положительными эмоциональными оттенками. Я постарался сделать так, чтобы вот эти московские просторы были связаны в той или иной степени с ощущениями причастности к Москве живого великорусского языка, вне зависимости от того, имели ли мы дело с диалектами славянского языка, с говорами средневековой Руси или с литературным русским языком 18, 19, 20 столетия. Наверное, Москву как любой этнос, как любой фрагмент этноса, народа можно сравнить с живым организмом. Хотя любая метафора, любое сравнение в чем-то хромает, оно в чем-то неполное. Но, безусловно, вот если все-таки привлекать сравнение Москвы, государства московского, самых первых славянских племен, которые здесь поселились живым организмом, то можно себе представить вот это взросление Московии от младенца до мальчика, юноши и зрелого мужчины в расцвете сил. Вот, наверное, на этом образе можно было бы остановиться, говоря о Москве в начале третьего тысячелетия. И развитие языка, вот так как я попытался вам его представить, тоже связано с функциями взросления Москвы от городища до столицы племенного славянского образования, какими были вятичи, потом до столицы княжества и в какой-то момент до столицы государства московского, ну а потом до столицы всея, Руси. Точно так же, как и изменение языка, точно так же и изменение истории столицы неравномерно. Оно идет рывками. Русский язык, как о том, писал поэт в одни сомнений, тягостных раздумьях о судьбах Родины, он спасал русских людей. Он спасал русских людей и в одни забот, в одни бед и в трудах. Он, продолжая эту мысль, эту цитату, он спасал москвичей, и не только москвичей, но и весь русский народ в фашистских и сталинских лагерях в тылу и на фронте, начиная с Отечественной войны 12-го года и более ранних ратных деяний до Первой мировой войны, революции 17-го и Великой Отечественной войны. Москва и вот тот московский говор, который лег в основу русского литературного языка, стал как бы путеводной звездой для государства российского. Опять-таки, за языком, за созданием литературного русского языка пошла экономика, пошла политика, пошла все развитие русской культуры. Вот несколько мыслей выдающихся людей Отечества российского, мыслей, как им представляется роль русского языка в русской культуре. Вот Карамзин, например, свидетельствовал о том, что язык наш выразителен не только для высокого красноречия, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. А Герцен считал русский язык гибким и могучим, способным выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики, и легкую сверкающую игру французского остроумия. «Русский язык», воскликнул как-то Алексей Толстой, «тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего». Дивной вязью плел народ невидимую сеть русского языка, яркого как радуга вслед весеннему дождю, меткого как стрелы, задушевного как песня над колыбелью, певучего, дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему как обузданный конь. Это действительно так Москва, как она предстала перед нами, это Москва проявляла о своих жителях, о москвичах и москвичатах заботу, ревнительство. Она всегда была внимательна к культурной жизни, к языковой жизни, всегда в Москве были престижны знания. И язык на самом деле всегда, как и культура, мстят тем, кто забывает про культуру, про язык, про историю, а собственно, на языке держатся и культура, и история. Вот поэтому, наверное, одного корня в нашем с вами русском языке слова отечества и отчества, такое русское и книжное слово. Как говорил один из наших с вами современников, немыслимый ты город Москва, тем и дорога сердцу каждого русского, что здесь основался дух России, русская идея, культура и могучее русское слово. И всегда, на самом деле, мне кажется, в москвичах живет ощущение того, что все только-только еще начинается, и, как писал Твардовский, а там впереди за далью даль. И закончить наши с вами встречи я хочу Пушкинским. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя нами им переданы. Вот в отношении Москвы, в отношении этого имени, мне кажется, пушкинское пророчество сбылось в полной мере. На этом я хочу попрощаться с вами и оставить вас на какой-то момент наедине с образами Москвы и со звуком этого замечательного русского слова. Всего доброго! Редактор субтитров Продолжение следует...